Водители легковых машин из Узбекистана встали в огромную пробку на границе с Самарской и Оренбургской областей. Владельцы автомобиля не хотят бросать транспорт, поэтому уже несколько суток живут в салонах легковушек. Несмотря на то, что в Большой Черниговке организовали лагерь для иностранцев, многие разбивают палатки из подручных средств прямо на дороге. Чтобы решить проблему, представители региональных властей разработали четкий алгоритм действий. Автомобильный транспорт спланирован частично к перевозке на трейлерах на территорию Республики Узбекистан. Для этого необходимые договорные отношения. Они вступили с соответствующими компаниями и перевозчиками. Частично эти автомобили будут возвращаться своим ходом в те места Российской Федерации, откуда они приехали. Лагерь, который находится в нескольких километрах от пробки, разбили специально для жителей Узбекистана. Здесь разместили пункт медицинской помощи, трехразовое горячее питание и теплые палатки. В понедельник из городка отправили несколько сотен человек. В первую очередь женщин, детей и пенсионеров. Водители, которые не смогут погрузить свои машины в трейлер или не захотят перегонять их в другие регионы России, смогут оставить транспорт на платной парковке в Большой Черниговке. Стоимость услуги 150 рублей в сутки. У них будет возможность забрать свои машины только после полного открытия границ. Сейчас на границе Самарской Оренбургской областей работает генеральный консул посольства Республики Узбекистан. Из этой точки, как и из лагеря у Большой Черниговки, тоже отправляют автобусы. После прохождения регистрации и проверки документов, иностранцы садятся в автобус, который находится за моей спиной. Все это происходит на границе Самарской и Оренбургской областей. Тем людям, которые не решились бросить машины, помогают представители региональных властей и местные жители. Здесь тоже помогают. Вот здесь, которые люди приходят, хлеб привезут, еда привезут. Жить можно, покатить можно. За прошедшие сутки из Самарской области в Казахстан вывезли несколько сотен иностранцев. Сейчас эта работа продолжается. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.